И всем привет, ребят, с вами Стрыванька, я сегодня записываю новый ролик, сегодняшний видеоролик посвящен игровой тематике, и сегодня мы вместе с вами будем обозревать новый обновленный шафт с одним интересным устройством, которое на сегодняшний день, по моему мнению, является лучшим устройством на шафте, которое может делать очень много в нашей игре и делать прям лютейшую грязюлю, поэтому сегодня мы берем шафта с короткополосным эмиттером, это то, самое устройство, которое дает возможность ваншота противника, если вы используете дроны с повышенным уроном, такие как кемпер, либо кризис, насчет бустера я не знаю, наверное там урона не будет хватать, попробуем показать реализацию вооружения с хоппером, говорю, с крусейдера шафтом на дроне гиперион и потом я думаю, что мы еще попробуем поиграем на кризисе, даже наверное лучше будет начать с ареса шафта на гиперион, а нет, давайте так, крусейдера шафт с гиперионом и потом возьмем ареса шафта с кризисом, посмотрим насколько дрон будет жестко решать по очкам на нашу прибыль и насколько это будет вообще эффективно, по резисту у меня рикошет гром, скорпион плюс броник и здесь по иммунке на корпус, конечно же, должна быть иммунка от пробития. Сегодня у нас еще в игре повышенные фонды, поэтому можно, наверное, неплохо заформить кристалликов, ну и в целом по дронам, понятное дело, что кризис с шафтом будет намного-намного эффективнее, чем любой другой дрон, но тот же гиперион, я думаю, что будет стоять очень в хорошем месте, очень в хорошей мете и будет эффективно работать. Запикивает нас на Йоркшир в формате CTF, наша задача постараться как можно больше дать киллов в целом, да, и посмотреть насколько вообще будет хорошо залетать урон. По шафту, по изменениям, теперь у нас на средней и около средней дистанции шафт наносит на вскидку большее количество урона, то есть он меньше режется на расстоянии, и за счет этого как раз-таки с таким устройством, как короткополосный эмиттер, у вас... ну боже ты мой, ну боже... Ну вот я вот в прицел вошел, чтобы мне какой-то мой тиммейт сбил прицел. Таким устройством, как короткополосный эмиттер, у вас открывается возможность ванкшота где-то даже среднего танка. Если вы будете использовать кризис, это точно будет работать, если будете использовать другие дроны, то тогда вы будете просто наносить хорошее количество урона по оппоненту. Сумею добить? Нет, не добиваю, но против резиста, конечно, как и любая другая пушка, тяжело уже будет что-то сделать, но в целом пробуем и на вскидочку накидывать, и где-то в прицельчике. Я хоть и на шафте особо часто не играю, но в целом я думаю, что попасть где-то в моменте я тоже смогу. Не вот такой же я, он, но бланоид, который даже попасть не сможет с такой пушки. Так, ну и на вскидочку по 2400, по 2400 на вскидочку, вот это урончик, не? Как вы считаете, слабенький? Я думаю, что это очень хороший урон. Здесь просто по харючку 1800 залетает, ну и это просто развалиссимус, просто конкретный развалиссимус. Так, у меня есть еще овердрайв, который можно было бы неплохо реализовать, но я пока что отвлекаю внимание просто противника, чтобы кто-то заезжал из наших тиммейтов, кто-то на саппортинг какой-то подъезжал, потому что пока что я не вижу, чтобы наша команда была заинтересована в увозах. Так, быструю хорошую соцулечку выдаем, ну пробуем увозить на центр, там пока бойцы что-то кошмарились. Была возможность на центрик отвезти, но походу увоза или будет. О, все до лампочки, с нами играет. С нами играет все до лампочки. Так, доставляет он? Отлично, великолепно. Так, харючку ваншотик. Крита вообще залетает. Смачно. Ой-ой-ой-ой-ой. Без крита, конечно, поменьше урона у нас на шафте залетает, но все равно это достаточно хорошее количество урона. Нам вообще было бы очень неплохо сделать здесь досрочку, чтобы мы еще один полноценный бой смогли сыграть, и чтобы это не было крайне долго. Офигеть, 1700 урона с такого расстояния на шафте. То есть вы вот понимаете, насколько теперь большой урон на вскидку дает шаг. Да, то есть это, грубо говоря, уже больше средней дистанции, и там 1700 залетает. Притом, если это он был еще на ДАшке, то с такого расстояния 1700 это очень жестко. Это прям безумно жестко. Это почти что такой же урон, который я бы наносил бы ему в упоре. Блин, не попал. Очень плохо, что я сейчас не попал. Блин, там уже прострела нету. Ай, печально, печально. Ой-ой-ой, не хватило урончика чуть-чуть. Обидно, доставка от противника залетает. 1-1 у нас, но 14 килов уже. Уже 14 килов на такой комбиночке. Довольно неплохо, довольно неплохо. Начинаем. Так, у нас уже 85% овердрайва есть. У вас пику 1300 залетает. Тыщеночка сразу на добавочку. 900-ик. С крита залетает также по оппоненту, но на расстоянии, конечно, да. Здесь урончик режется. 2000. Сводки плюс добавочку еще. Ага, добавочка. Добавочка там еще не такая-то и сочная, как хотелось бы. Но это... Это, это, это... Сусуля. Прикольно. Прикольно. Вот такой ерунды, если честно, я еще не видел. Вот таких приколов я еще, если честно, не видал. Но это что-то новенькое. И че? И все, и теперь я не могу вернуться в игру? Или что? Или как это работает? Это какая-то новая ошибка? Все, у меня не открывается почему-то. У меня не открывается игра. Нормальный прикол, да? Ладно. Давайте, ребят, сейчас поставлю видос на паузу. Только разберусь, что это за приколы. Но мы сразу же продолжим. Так, друзья, вроде как мы возвращаемся обратно в нашу игру. Что-то непонятное произошло. И по итогу... И по итогу... Это был общий, я так понимаю, лак у всех. И мы... Нормально поиграли, я смотрю. Возвращаюсь. Счет 6-1. Противник везет. Последний флаг. И 2 500 со сводки я наношу. Офигеть. Вот вам и приколы матчмейкинга. 3000 кристаллов мы за катку забираем. При 15 имеющихся киллах. В целом... Наверное, не тот результат, который я хотел бы сегодня показать. Поэтому мы берем теперь и проверяем, что же у нас будет с кризисом. Гиперион. Гиперион для шахта это... Ну, дрон, который может показать средний результат. Да? Средний результат. Это не супер жестко. Это... Ну, что-то такое. Средненькое. Потому что шафту нужен дополнительный урон. Дополнительный урончик, с которым вы можете наносить большее количество домашки. Именно кризис... Кемпер, возможно... Ну, с кемпером, наверное, там тяжело будет реализовать что-то. Открывает возможность наноса повышенного урона по оппоненту. Именно с ним появляется у вас возможность ваншота любого легкого танка. И плюс добавки конкретно большого количества урона. И вот мы уже начинаем... 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 Начинаем пробовать делать то, что это вооружение должно делать. Изначально. И даже, я бы сказал, наверное, всегда. Это дамажить, дамажить и еще раз дамажить. Так, меня спрашивают, нам ливнуть или ливнуть. Мы уже видос записываем. Поэтому, если есть интерес молодых людей, то, конечно, пусть они играют. Зачем им выходить? А мы будем реализовывать свою комбинацию. Комбинацию. Так, что тут у нас? Здесь у нас было бы неплохо вообще запушить какой-то фланг. Если у нас противник сейчас стоит, больше держится справа, то тогда мне было бы неплохо запушить лево и встать уже под левую зону под уничтожение противника. Здесь можно как сводкой давать хороший урон, так и аркадными выстрелами. Аркадными даже в моменте будет у вас залетать больше, чем со сводки. Да, то есть, ну, за счет того, что вы можете контентовые плюшки на постоянной основе давать. Так, пробуем сводить. Хорошо. 3 500 ваншотик залетает. Плюс у меня есть шар. Я, правда, не знаю, где его реализовывать в этом замечательном режиме. Но я думаю, что что-нибудь мы придумаем обязательно. Так, еще разочек. Молодого сливаем. 3 200 урончика. Вот это. Еще с такого расстояния можно тоже понаносить урон неплохой. Оп. 2000 контентовых залетает. Бах. 2000 контентовых залетает. Бах. 2300 контентовых. Бах. Еще 2300. И вот так вот вы можете просто очень люто, жестко кошмарить своего оппонента. Так, прожимаем овердрайв. Потому что я не хочу тут искать, ловить никакие тайминги. Лучше возьмем, получим дополнительные очки скиллов. Так. И тут фриз. Ой-ой-ой, как смачненько мы его в минус напрокидываем. Так, отлично. Пока что противника особо по увозам не идет. Это как раз таки то, что нам и нужно. Нам нужно стараться выдать максимум на своей комбинации. Отлично. 5000 урона со сводки залетает. 200 урончика на добавочку. Там по скорпиончику тоже чуть-чуть прилетело. Аптечка. ДДшка. Ай-яй-яй-яй-яй. Как Хантер меня сейчас грамотно поймал. 15 кило у нас уже есть. Сначала этого боя. Неплохой результатик, я считаю. Неплохой. Так. Хоречек. Ой-хоречек. Вон в этом человек едет. Резунку интересно. Блин, там по башне я не попаду. Офигеть. Как я не попал. Ну это я, короче, снайпер от бога, если что. Если вы вдруг не знали снайпера от бога, то теперь вы его знаете. Поэтому мне особо на шафте сводиться, конечно, нежелательно. Так. По 1300 неплохой урон залетает. Там это я так понимаю, что противник еще и играет с спасателем. Поэтому больше мы будем лучше аркадить. Два резиста у нас пока что есть от шафта у противника. Не сказать, что это много. В принципе, наверное, это вполне адекватно. 1300 по васпику залетает. Добавкина. Хорошо. 1800 до бабкина. 1200 еще добавить. И еще полторушка по викингу. И сводочка контентовая. Полторушка. Офигеть. Я со сводки нанесу столько же, сколько я с аркадой бы дал бы этому молодому человеку. Офигеть. А почему так мало? Аркадные выстрелы с этим устройством наносят больше урона, чем по сводке. У меня есть такое ощущение, как будто я на короткополосном... Ой, не короткополосном эмитре. На триплете играю. Только здесь еще дополнительно... Только здесь еще дополнительно... У вас нету... Вернее, на короткополосном эмитре у вас нету дополнительной возможности наноса средненького урона по противнику со сводки. Здесь хотя бы сводка такая более-менее маломальская, но там она прям намного хуже. Так, ладно, я пытаюсь чуть-чуть сконцентрироваться, потому что противник начинает очень много водить, а нам надо вкидывать урона. Желательно вкидывать как можно больше урона. Ай-яй-яй, не успел слить. Уничтожили противника. Так, ну и работаем, работаем. По расходочке. По расходочке, по бабусику. Отлично, 3200 ваншотик. С крита просто ваншот залетает. Среднего танка ваншот. Ваншот среднего танка. С одной тычки. Вот вы просто нажимаете вот так вот на кнопочку, если я пищу попадал, и у вас может залететь ваншот. Но это же жестко. Это супер жестко. Три доставки противник у нас уже оформляет. Пытается ехать на четвертую. Я не успею давать сводку. Ну и штурм, конечно, теперь у нас за деф выглядит куда-куда... Ну, вернее, за атаку. Как бы штурм за деф раньше был в приоритете. А вот теперь штурм за атаку становится намного-намного актуальнее. За деф эти катки теперь выигрывать уже... Ну, не так просто. Не так просто, как это было раньше. Раньше довольно легко можно было контролировать зонки. И за счет контроля этих зон спокойно уничтожать противника. Респить даже может быть доставки. А сейчас ты можешь респить доставку. Респить, 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 респить. Оп, флаг, два, три, четыре, пятнадцать. И ты проиграл. Если раньше надо было на все это дело, двадцать пять. Сейчас всего лишь пятнадцать. То есть это грубо. Ну, почти в два раза меньше флагов надо привести. А в два раза меньше флагов, ну, это... Ну, большая разница. Это большая разница. Да, я понимаю, что есть карты, на которых эти флаги везутся намного тяжелее. И это имеет место быть. Блин, ну чуть я не успел довести до молодого. Либо я просто промазал. Не знаю. Но это уже, как говорится, неопытность шофтовода. Не судите строго. А то я знаю, что есть ребята, которые потом начинают говорить, фу, какой ты слабый шофтовод. Но я на этой пушке не играю. Поэтому старайтесь относиться чуточку проще. Одно дело, когда ты играешь на пушке. Другое дело, когда ты на ней не играешь. Когда ты особо не знаешь, как ее грамотно и правильно реализовывать. Но так в целом. Конечно, урончик накидывать можно. Но опять, куда мой выстрел улетел? В руку, что ли? Ну, поэтому лучше не сводиться. Офигеть! Доставка за доставкой полетела у противника. Ё-моё! Очень плохо. Лаг сервера происходит у нас какой-то непонятный. Непонятный лаг серва. Доставки от противника. Здесь, по сути, даже с ДДшки можно в моменте и не переключаться. А, офигеть! Еще одна доставка. Блин, ну это ужасно. Это ужасно. Мы вот так вот. Вот так вот, видите? Вот вы ведете, ведете в бою. Вроде как у вас все хорошо. А потом бах. И вы уже проигрываете. При том, проигрываете без шансов. Потому что за доставку дают целых 10 очков. 10! А 10 это, ну, супер много. Прям безумно много шар под доставку. Мально вроде как. Одного молодого, если так сейвить, то... Ну, считай. Считай, это уже не так плохо. Это уже не так плохо. Но, в целом, конечно... Еще... Далеко не все решено в этой катке. Так, у вас пик на 0 хп остался. Я думаю, что мы за ним гоняться не будем. Даем сводку сразу контенту. Их 4 тысячи 37 килов. В рамках такого боя за половишку, грубо... А, нет, не за половишку. За 2 третьих боя. Наверное, это не самый плохой результат. Но можно и лучше. Режим. В таких режимах на шафте можно нормальную накидочку оформлять. Пробуем сводку сделать. Ай-яй-яй-яй-яй-яй. Свелся, называется я. Как вам сводка? Можете оценить. По 10-ти бальной шкале в описании. Так, и похоже это на доставку от оппонента. Которую, к слову, я мог предотвратить. А, нет, доставки нету. Нет, нет, нет. Предотвратили доставочку как раз таки. Как раз таки доставочку предотвратили. И это не может не радовать. 1700 со сводки по резисту выдаем. По мне залетает, я так понял, да, сводка по мне летит. Одна сводка по мне, вторая сводка по мне. А мы сводимся по аресу. Уносим его. 41 килл. 41 килл. 42 килла. 43 килла. Есть еще оверка у меня. Вот, неплохо еще успеть. Вот такую тычку 300 успел дать. 3 300 даже успел дать. Так, пробуем сразу накинуть шарик на два танка. Но с шаром тоже есть определенного рода вопросы. О которых, я думаю, что мы в ближайшее время тоже вместе с вами поговорим. Которые мне, честно говоря, не нравятся. Давайте убьем вот этот танк. Этот дополнительно тычками поработаем. Васпик вылетает с овердрайвом. Хорошо. Уносится. Васпик с овердрайвом. И остается 8 киллов. Похоже на нашу победу. Похоже на нашу победку. Блин, не успел прицел довести. Не понял, почему он так... А, наверное, из-за того, что не тринета. На кризисе так долго поворачивается башня, как-то я так дернул. Вроде должно было быть нормально. А так... Не залетело. 3 700 со сводки. С полного баллона залетает. Краткополосным эмиттером по безрезисту с кризиса. Неплохо. Неплохо. Ну и по итогу закатку мы дали 45 киллов. 45 киллов для штурма за деф. Это очень хороший результат. Очень хороший результат. Особенно против ребят, которые неплохо двигались по карте. Да, то есть это очень-очень хорошо. В целом, что я могу сказать. Гиперион и кризис на именно этой пушке отличаются существенно. Кризис явно лучше подходит под использование на шафте. За счет того, что у вас есть возможность повышенного урона. И по сути эта ддшка решает супер много. Я не знаю, как бы себя показал бы шафт на кемпере. Но если вам это интересно, то можете написать по этому поводу в комментариях. Если будет хорошая активность, то мы запишем видос с кемпером. Но в целом, на сегодняшний день, это лучшее устройство на шафта, которое имеется. И лучше оно за счет того, ну я имею в виду именно лучшее для уничтожения противника. Для набора очков, я думаю, что шафт с лечением будет пободрее. Да, то есть набрать очки с ним будет лучше. Но именно устройство, которое самое жесткое для уничтожения противника, это 100% короткополосный эмиттер. За счет того, что вы с ддшки можете ваншотнуть даже средний танк. Это очень сильно. Ну и нужно учитывать тот факт, что от шафта сейчас стали использовать меньше резистов. Соответственно, возвращение к шафту тоже имеет смысл быть. И с именно этим устройством у вас есть возможность очень хорошей и качественной реализации. Поэтому, если вы вдруг еще не пробовали, обязательно попробуйте, потестируйте, поиспользуйте. Такую замечательную комбинацию. И я думаю, что она вам принесет очень хорошие баблосы и хороший результат. В целом, у меня, наверное, все. Поддерживайте обязательно данный видос лайком. Подписывайтесь на канал, если вы еще вдруг не подписаны. Нажимайте на колокольчик, дабы не пропускать новые видеоролики. Также не забывайте про текст создателя контента, который находится в настройках игры в аккаунтике. Мой личный тег это тег ТМП. Устанавливайте его, поддерживайте меня и участвуйте в розыгрыше на 1 миллион кристаллов, на 20 тысяч танкоинов. И если мне память не изменяет, то у нас, по идее, уже должен был новый розыгрыш стартовать к этому времени, когда видос этот выйдет. У меня на этом все. Всем спасибо за просмотр. Всем удачи и всем пока.